Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами об обоснованности выбора методов лечения И поскольку по большей части вы не можете влиять на то, каким образом вас будут лечить То хотя бы понимать основы этого процесса в современном мире необходимо Итак, существует доказательная медицина И в этой медицине разбирается, какой метод заслуживает применение, какой метод применение не заслуживает Выбор делается на основании научных рандомизированных исследований И я уже рассказывал в своем блоге о том, что высший уровень доказательности у нас за многоцентровыми, двойными, слепыми, плацебо-контролируемыми исследованиями То есть те научные данные, которые получены в результате таких исследований, считаются, что практически бесспорны Все остальные научные данные нуждаются в дальнейшем изучении и уточнении Самый низший уровень доказательности у так называемого экспертного мнения То есть, если я вам скажу, что я бы не рекомендовал вам использовать мегадозы дексаметазона для лечения заболевания нерва То это мое личное экспертное мнение И оно не обладает какой-либо доказательной силой Это мнение сформировано на основании моего опыта работы И подкреплено изучением биологии и медицины в течение 30 лет Если у вас есть на руках более высокого уровня сведения Допустим, результаты клинических испытаний какого-либо из препаратов То вы можете дать эти сведения мне и сказать А вот мы располагаем такой информацией и мы будем лечиться супер-современно Дорогие друзья, флаг вам в руки И лишь напомню, что если у нас какой-либо препарат изучается в рамках медицины Основанной на доказательствах То мы получаем два рода статей Первые говорят, что этот препарат полезен Вторые говорят, что этот препарат бесполезен или даже вреден И вот, допустим, по церебролизину мы набрали 50 на 50 У нас половина статей утверждает, что церебролизин помогает Половина утверждает, что толку от него нет Чему же верить? Дорогие друзья, маленькая подсказка для анализа таких сведений Если аспирин обладает жаропонижающим эффектом То это никто не подвергает сомнению Если компания, которая выпускает церебролизин Проплачивает исследования его эффективности То вы очень сильно удивитесь Но всегда в результате таких исследований Мы получаем доказательства эффективности церебролизина А вот статьи противоположного толка Которые утверждают, что этот препарат бесполезен Их особо никто и не финансирует Ну некому их финансировать Фармакология дело достаточно дорогостоящее Поэтому потенциальным конкурентам В общем-то заморачиваться с этим смысла нет Поэтому когда вы видите два мнения Или как в случае с церебролизином 50 на 50 И половина исследователей утверждают, что он полезен Половина говорят, что он не полезен или даже вреден То это проистекает из того, что первая половина Ангажирована на все 100% А вторая половина пишет так из-за любви к истине Выводы делайте сами В результате чего мы видим, что Пресловутый церебролизин и его современные аналоги Полностью исключены из-за стандартов медицинской помощи В странах Запада В то же время входит как обязательный компонент В стандарты, которые разрабатываются и внедряются в России И имеют силу закона Таким образом Один и тот же препарат Почему-то американцам оказался не по зубам И они его выкинули из-за всех гайдов Из всех предписаний А вот в России И может быть в странах Средней Азии Бывшего постсоветского пространства Эти препараты все еще находят свое хождение Все еще находят свою жертву Выводы делайте сами И если мы заговорили об экспериментальных методах лечения Очень важно упомянуть одну интересную деталь В современном цивилизованном мире Человек, который участвует в научном поиске нового знания На котором испытывается экспериментальный препарат Или экспериментальная операция Ничего не платит за свое экспериментальное лечение Где деньги, Зин? Откуда берется финансирование? Финансирование берется из других источников Больница или конкретный врач Выигрывает грант Грант европейского содружества Грант какого-то крупного фонда И на эти деньги проводит исследование С тем, чтобы пациент за эксперимент За лечение с неясным финалом Не платил ничего И эта деталь кардинально отличает Положение дел в цивилизованном мире И в нашей стране Потому что в нашей стране Слово экспериментальный, авторский и т.д. Позволяет внести тот или иной метод В платные услуги Улавливаете разницу То есть, если вам предлагают Экспериментальную операцию в Америке То на эту операцию Кто-то потратил деньги Полученные от того или иного гранта Люди писали заявки Обосновывали, что этот метод может быть полезен И пациент поступает на лечение Ни копейки не заплатив Если то же самое происходит в России То процесс развивается С точностью до наоборот Этот пациент заплатит За то, что с ним работают не по стандарту Потому что все стандарты Теоретически уже внедрены В обязательное медицинское страхование А экспериментальные методы А экспериментальные методы в это страхование не внедрены И поэтому наш пациент заплатит за экспериментальное лечение И поводом для этого исследования Может быть только одна простая деталь Возможность вывести этот метод лечения За рамки обязательного медицинского страхования Я думаю, что для людей, у которых есть Хотя бы капелька мозгов Я сказал, достаточно Дальше делайте выводы сами И в заключение поделюсь еще двумя интересными маркерами Которые покажут вам, что ваше лечение идет куда-то никуда Напоминаю интересующимся темой Что иглорефлексотерапия К большому сожалению До сих пор не нашла себя в рамках доказательной медицины Поэтому, когда пациент Ну, вроде бы, не состоящий на учете у психиатра Говорит мне, что его начали лечить современными методами И делают даже акупунктуру У меня, конечно, возникает очень сильное сомнение Надо ли с этим человеком дальше иметь дело Потому что акупунктура, при всем уважении к этому методу Который насчитывает не то 500, не то тысячелетнюю историю Пока что доказанных положительных эффектов И места в конвейере медицинской помощи На фабрике здоровья Пока что место для этого метода не определено Это не значит, что я плохо отношусь к акупунктуре И штука в том, что я ее применял и весьма успешно На протяжении довольно долгого времени Но должен вам сказать, что в ситуации, когда показаны иголки Исчезающее малое количество Практически всегда можно заменить тем или иным методом Без нарушения кожных покровов Ну а уж если речь идет о лечении в рамках высоких медицинских стандартов То иглотерапия там отсутствует в принципе по умолчанию И может быть не все знают Но в Китае, в колыбеле акупунктуры Существуют клиники традиционные Где лечат иголками, травами и прочими интересными вещами И есть клиники европейского типа В которых процветает доказательная медицина Догадайтесь с трех раз В какую клинику пойдет китаец, который имеет деньги И при всем, при том, что иголки они тоже не бесплатные Это самый дешевый Это самый нищебродский метод лечения Если уж на то пошло Еще раз повторюсь Ничего не имею против Когда иглотерапевты положили жизнь на то Чтобы находить миофасциальные узлы И с помощью тонких металлических игл их убирать Если процесс организован правильно Если врач квалифицированный И владеет не только этим методом У меня вопросов нет Вот только перечисленные критерии Мне ни разу не встречались В нашей повседневной жизни И следующая замечательная штука Это приверженность наша словам Типа лазер, мазер, ультрафиолетовое облучение И так далее Я очень давно записывал на эту тему видео Где рассказывал, что бабушки в стационаре Нередко справлялись с меня Луч лазеря Так они окрестили лазерное излучение Они искренне считали, что это происходит От имени древнего святого К моему глубочайшему удивлению Среди интеллигентной публики Москвы Луч лазеря до сих пор котируется До сих пор находит свое применение До сих пор собирает свою кровавую жатву Дорогие друзья Также вынужден огорчить вас Луч лазеря зачастую Никоим образом не фигурирует В доказательных методах Лечения неврологических заболеваний Либо же реабилитации И когда одновременно сочетается Древнекитайская акупунктура И лазер Ну, друзья мои У меня есть для вас Только аплодисменты Продолжайте в том же духе, друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!